Он очень ответственный человек, я знаю его больше десяти лет, поэтому для него очень важно доверие людей, он их никогда не подводил, он им дорожит, этим доверием людей, он очень простой и доступный в этом смысле для людей, и для него это очень важно, поэтому для меня он очень грамотный и разумный человек, и он все свои решения будет таким образом устраивать приоритеты. Нет, нет, я сейчас говорю, как он входит в эту посаду, ему комфортно быть президентом, потому что он все жизнь жив совсем меньше. Я думаю, об этом нужно, во-первых, у него спросить, он поделится более точными своими ощущениями, это первое. Второе, он весь в работе, он реально занят, он видит, он решает эти сложные задачи, он над ними работает, поэтому насколько это комфортно, не знаю, сложно сказать. Мне кажется, это большой груз и большая ответственность, и большое мужество с его стороны вообще это взять и нести. Потому что мало кто, мне кажется, на сегодня мало кто хотел бы или мог бы этим достойно заниматься. Выдрекли бы вы. И принесет много, много хорошего. Потому что, опять же, опираясь на тот опыт, когда я с ним рядом, все люди, которые были с ним рядом, все приобрели. То есть, когда мы начинали, у нас там ни у кого ничего не было. То есть, он своим ежедневным трудом всегда добивался, упирался, отстаивал эти вещи и не сдавался. Поэтому эти качества у него есть, они в нем развиты. И, ну, мы на них там тоже опираемся. Он вообще очень интуитивный человек, я могу тоже об этом сказать. Он быстро чувствует, в чем суть вопроса. Потому что любую, любую, можно облечь в любую форму, в любые слова, в общем, те или иные вещи, но всегда нужно понимать суть. И он ее всегда чувствует, он всегда выводит этот вопрос на какое-то ясное направление и дает этому ясную оценку, быструю. И если он где-то некомпетентен, он спрашивает там у нескольких экспертов в той или иной сфере. Заслушивает всех, спрашивает их мнение, видит стратегию. А заштатных запрошивает? Заштатных в том числе. И вы не погоджились, нормально приходите? Конечно, конечно. Мне кажется, на сегодня все готовы помочь президенту разобраться в том или ином вопросе или поддержать его. Потому что его инаугурационная речь, она очень сильно мобилизировала всех и призвала к тому, чтобы все как-то там на деле повлияли на эти изменения. Это просто с ног на голову, могу точно сказать. Между нами. Это совершенно другой процесс, другое состояние. Я себя ощущаю, как Нео в фильме «Матрица», который едет в машине и говорит, я тут гулял, тут ходил в кафе, в общем, здесь я у меня проводил время. В общем, я еду утром на работу и с работы смотрю на то, как я жил. И моя жизнь поменялась кардинально в этом смысле. Мы зашли в администрацию президента, какие-то новые впечатления, совершенно новые ощущения. Очень-очень-очень давит вот эта атмосфера здесь. Она постоянно вытягивает из тебя силы. И ты здесь находишься реально в вакууме. То есть это большая проблема. Я начинаю понимать, почему люди там оторвались от реальности. Информационно, коммуникационно ты находишься в какой-то изоляции. Такие первые ощущения. Я думаю, это поменяется. И я думаю, что и мы это поменяем. У нас есть желание вводить какие-то ежемесячные, может быть, какие-то стратегические сессии, какие-то доклады с людьми профильными, с экспертами из разных сфер, которые бы нас там чему-то учили. Мы обогащались, мы чем-то делились, чтобы это было открытым для какого-то круга людей, которые заинтересованы в развитии государства. Мы хотим там сделать экскурсии, чтобы дети сюда ходили, чтобы появилась какая-то энергия нормальных людей. Чтобы они могли прийти, увидеть президента, пожать ему руку, махнуть ему и пойти дальше. Вот такие какие-то простые вещи, чтобы у нас появилась эта связь с реальностью. Но первое ощущение, что вот здесь все заизолировано. Очень большое пространство здесь. Мне кажется, тут нужно выдавать всем какой-то сигвей или самокат, чтобы доехать. Пока найдешь кого там, кто где там. Я первые дни искал Днепрова, я помню. Я не мог понять, где его кабинет, пройди через все этажи и так далее, и так далее. И я по-хорошему, я был только там на нескольких этажах. А вы, по-хорошему, уже знали тренажерный зал? Вот я ничего не нашел, я с удивлением узнал, что есть тренажерный зал, есть химчистка, есть библиотека, есть почта, есть масса каких-то вещей. Я понимаю, что здесь как-то все грамотно устроено, но я пока далеко не выбирался от кабинета, потому что, честно говоря, некогда этим заниматься. Но я знаю точно, что президент и глава АП уже там тренируются в зале, приходят пораньше, к 7 утра на работу. На самом деле вопросов такое количество я вам не могу передать. У всех и на всех. Поэтому хватает работы здесь всем. Мы будем интегрировать новых людей. То есть это какая-то там часть кор-команды нашей. Но мы будем привлекать новых людей, которые не были в команде. Там в первую очередь для нас важны ценности, что они будут наших ценностей. Будут порядочными, честными, ответственными людьми. Ну и, конечно, нужны профессиональные качества. И по профессиональным качествам мы тоже будем там серьезно ориентироваться. Будем интегрировать их в команду, расширять эту команду. Давать каждому какое-то свое направление понятное, чтобы он был за него ответственен. И таким образом будем на себя брать все больше и больше в управление администрацией, страной и так далее. Из того, что я вижу, на сегодня очень большое количество людей имеет вот эту энергию, такую содержательную, вот такую ценностную. Все очень сильно хотят помочь. Там бизнес реагирует, все звонят, пишут, говорят, давайте мы включимся, чем помочь и так далее. И мы это обязательно сделаем. Мы в ближайшее время на самом деле презентуем вообще свое видение, да, вот каждого там подразделения, направления и так далее. Мы его дорабатываем, собираем в кучу. Просто, ну, там прошло две недели по-хорошему, да, мы не останавливались. У нас не было ни выходных, ни времени. Нам нужно вникнуть сейчас, разобраться, что происходит. Как этим управлять, сделать менеджмент эффективный, да, внутри наших подразделений и перейти к следующему шагу, к стратегическому какому-то там видению и управлению, да. На самом деле, к сожалению, из того, что я вижу и чувствую просто, да, вот зайдя в администрацию, вся система, она давит на тебя постоянно, чтобы ты не видел стратегически, чтобы ты засыпался в этих папках, документах, встречах и так далее, и так далее, и не увидел, как это запланировать стратегически, да, чтобы ты там как-то там что-то там тактически передергивал. И это очень сложно, да, поэтому хотим, очень хотим. Привлечь профессиональных людей во все сферы, во все направления. Мы не боимся брать более сильных людей, более опытных, доверять им, давать им дорогу, толчок. Мне кажется, вообще в этом наша миссия. Ну, я так считаю, да, то есть. В 8.30 мы все на работе, да, то, чтобы в 9 мы могли полноценно начать работать и могли быть какие-то там встречи, оперативки, вот. Ну, президент на работе раньше, он там еще в спортзал заходит, в общем-то, да, он более жесткий у него график, чем у всех нас. И мы на работе там по-разному. Первые дни мы были до 12, до часу, до 2 на работе. Сейчас там, ну, не знаю, мы там в 10 уходим вечера, да. Вот, то есть, ну, мы пока максимально на работе, да. Поэтому, да, да, много-много, много требуется времени, чтобы запустить эти все процессы. А какие нарады побываются у президента впродолжение дня? Ну, у нас была там на второй день, если я не ошибаюсь, в администрации, нахождение в администрации была аппаратная нарада, где были все замы, все руководители департаментов. Мы еще не были там ни с кем знакомы, меня нашли несколько руководителей департаментов, которые в структуре моего подчинения. Говорят, мы ваши, мы к вам, да, 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 мы к вам, давайте поговорим. Я им тоже задал вопрос, говорю, сколько было таких нарад за предыдущую каденцию? Они говорят, ноль. Я говорю, интересно, а сколько было там, ну, таких встреч там с губернаторами? Они говорят, ноль. Поэтому не знаю, как это работало до. Опять же, не было какой-то, ну, там, передачи дел. Я думаю, раньше это было не принято, да, вот, поэтому... Ну, там вы с нуля все встроено. Да, 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 да. Мы только включаемся в этот процесс, есть эти стратегические совещания, они в первую очередь происходят с первыми помощниками, с главой администрации, да, дальше есть какие-то... Это у Кремл-на-рады, так? По-разному бывает. То есть у нас, ну, там, у нас нет проблемы там общаться вместе, собираться вместе и делиться этой информацией, да. Мы вместе обсуждаем все вопросы, вот, все докладывают президенту по своим направлениям, но все финальные решения президент принимает самостоятельно, вот, слушает всех. Я бы сейчас не говорил о каком-то жестком графике, потому что мы только вот, ну, запускаем все эти процессы на самом деле. Ну, а в жене есть какие-то обовязковые нарады? Вот, у тебя нарада точно ведь бывает, там, раз на тыждень, раз на удаэль? Есть, они есть ежедневные, вот, и они обязательные. Это что за нарады? Кто туда входит? Формально или неформально? Эти вещи, они пока, ну, то есть они не приблили такой там, ну, да, 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 формальный характер. А кто туда входит? Ну, кто точно мае гуть, а на цей нараде? Его первый помощник, глава администрации и мы, замы. Замы. Да, да, да. И что вы там говорите? Про все вопросы, их просто миллионы, да. У каждого просто миллион вопросов. Конечно, конечно, ну, вы знаете, там, распуск рады, вот, там, закупив ли ЦВК, там, есть проблема на сегодня существующая, которую мы решаем. Есть вопросы с главами областных государственных администраций, ну, то есть, и пошло-поехало. Каковыка стратегичного рада? Да, 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 конечно, какие-то встречи с министрами, встречи с послами, вот, какие-то кадровые решения, да, то есть, это же все в том числе. В процессе, да, то есть, этих встреч много и задач много. Он общается со всеми. То есть, он общается со всеми, но есть его администрация, есть глава администрации, есть его замы, есть его первый помощник, это на сегодня, но и есть наша команда и какое-то ближайшее окружение, да. Но есть приоритет? Но есть приоритет в каком смысле? В этом плане, вот эти люди на самом деле наиболее впливают. Нам раньше говорили про братьев Шефири, что они наиболее впливают, он наиболее с ними просто близкий. А сейчас как? Да, собственно, он слышит всех. Он слышит всех и принимает свои решения. Но есть какие-то люди, которые ответственны за то или иное направление. Они за него отвечают, они по нему докладывают, они берут на себя ответственность дальше за выполнение всех задач. Поэтому он всех заслушивает, всех понимает и принимает эти решения. У нас нет вот этой какой-то кулуаршины. Тот там, тот сям, тот тут и так далее. То есть мы стараемся максимально выстроить эти процессы. Максимально для нас внутри команды открыто и понятно. С прямыми какими-то там заявлениями, обвинениями, выяснениями или решениями. Дабы не было вот этого какого-то там. То есть у нас на это нет ни времени, ни желания на самом деле. То есть по-хорошему, если мы закопаемся в этом процессе, то мы не будем вообще ничего делать. Поэтому вот эта политика внутри политики, она нам абсолютно не нужна. Да, да. Основной мотив это сделать жизни украинцев лучше. Я из бедной семьи. Мы все на самом деле из простых семей, из простых состояний жизненных. Мы не забыли как это. То есть мы видим людей, которым тяжело живется, и мы хотим что-то привнести и сделать. Мне кажется, там каким-то своим примером, да, своими знаниями мы сможем это сделать. Потому что менять, там что-то ломать, какие-то делать громкие заявления, мы все поломаем, новый мир построим. Нет, мы просто привнесем то, что мы умеем, то, что нам понятно, то, что мы уже опробовали. И, конечно, на каком-то этапе были сомнения, да. Это новая среда, новая сфера, много непонятного. И я помню, когда мы начинали компанию, я видел в глазах людей вот этот такой не озвученный, там, немой укор. Кто вы такие, пацаны, там, дети в политике, в общем-то, да. Ваше это КВН, в общем-то, да. Те же люди спустя несколько месяцев совершенно по-другому себя вели, предлагали свою помощь, предлагали свою поддержку, хотели попасть в команду и так далее, и так далее. Будут сложные решения, они не всем будут нравиться, вот, будет какая-то борьба, будет сопротивление изменениям на всех уровнях, да, там, это тоже там четко заметно и понятно. Но мы привнесем максимум, да, поэтому, и, ну, я уверен, это будет работать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...